Добрый вечер, мои хорошие, мои любимые! Сегодня мы будем с вами готовить самое необычное блюдо! Ну, конечно, это была шутка. Сегодня мы будем с вами готовить, по большому счету, обычное блюдо. Из спаретти или макарон. А вот соус будет необычный. Блюдо называется микс пенарегате. Я читаю, потому что по-испански или по-итальянски я не поненаю. Потому что я могу прочитать микс пенарегате, ближе мне украинский, как в ляцкий язык. Ну, в общем, сегодня мы будем готовить пасту микс пенарегате. Ну, что нам для этого нужно? Что-то я сегодня заикаюсь. Давайте поближе и посмотрим, что нам для этого нужно. Нам понадобится... Давайте я буду диктовать, а вы тут ищите под столом. На столе что у нас есть? Красный лук, вот у нас на столе имеется. Здесь примерно 100 грамм. Вот одна такая большая головка. Болгарский перец 400 грамм. Куриная грудка 700 грамм. Сливки для соуса 20% 350 грамм. Томаты тертые, вот такие, или какие-нибудь другие, смотрите, 300 грамм. Колбаски пепперони. Производитель дымов, или если у вас просто есть колбаска пепперони, то можете взять ее. Здесь у нас 100 грамм. А, шучу, 180 грамм, по 90 грамм здесь колбасок, вот две пачки. Макароны фирмы Борилла. Мы их очень любим, поэтому варим всегда из них. Здесь 500 грамм, но попозже я посмотрю, нам нужно сегодня на три персоны. И сколько здесь идет, полкилограмма, интересно или нет, ну посмотрим, я вам в конце скажу. Соль, перец черный и паприка по вкусу. Ну что ж, готовим. А, точно, сори, I'm so sorry. Еще нам понадобится в соус плавленый сыр, здесь их две штучки, по 90 грамм, вот тоже 180 грамм. И получается креветки. Еще нам понадобится креветок, вот я, кстати, не знаю сколько здесь, давайте посмотрим, 200 грамм креветок. Ну что ж, начинаем готовить пасту-микс пен-регатте. Или ригато. Ригато. Сегодня, значит, у нас есть помощница, но в кадр она стесняется заходить, потому что кто-то там где-то может не видеться. Поэтому сегодня она в роли реквизитора. Ну что ж, для начала нам нужно взять красный лук, разрезать его напополам и порезать полукольцами, что мы сейчас и будем с вами делать. Паста, микс, пен-регато. А как переводится? Как переводится, вы думаете? Микс, это что, смесь? А пена? Пена, морская пена? Пен-регато, это сок макарон. А, понятно, видите как. В общем, смотрите, нарезали мы с вами полукольцами вот такими лук красный. Чтобы нам немножко ускорить процесс и снимать поменьше кадров, мы с вами сразу, смотрите, чтобы я вам не захудривал мозги, у нас раскалена сковородка, я сразу вам скажу. Мы сюда нальем оливковое масло для обжарки. Мне кажется, ну вот сколько я налил, грамм 70. Да, грамм 70. Хочу сразу сказать, что у меня стоит вода, видите, для макарон. То есть я сейчас брошу туда макарону. Сбрасываем туда лук. Обжариваем его. И пока он обжаривается, на медленном огне мы будем резать туда болгарский перец. Срезаем вот эти всякие белые непонятные шняшки. И нарезаем кожу полукольцами. Соломкой. Соломкой? Соломкой. Соломкой? А кто-то по-разному говорит. Кто-то говорит соломкой, кто-то полукольцами. Но тебе больше нравится, что это соломка? Соломка. Да я понял, я шучу, соломка. Но тут будет соломка. Кстати, мы вчера посмотрели фильм. Как он называется? Ужасы-то эти. Сбрасываем тоже сюда луку пока, пусть обжаривается. Заклятие 2. Заклятие 2. Это, конечно, продолжительность фильма 2 с лишним часа, да? 2 с половиной. Ну, не роскошно, как и 2 с половиной. Вкусно, тебе нравится? Вообще, у нас наша ассистентка очень хочет кушать, поэтому мы готовим быстро. Ну, несмотря на то, что мы будем снимать практически большими кадрами, полными, смысл от этого не потеряется. Ну, посмотрите, в общем, фильм «Заклятие 2». На самом деле, интересно. Ну, долго. И не то, что он страшный. Есть некоторые моменты неожиданности, как обычно это бывает в фильмах ужаса. Звук, хлопки, шумы, смена быстрого кадра следующего, то есть появление различных там привидений. Вот. Ну, у меня лично осталось какое-то такое, знаете, в душе. Не знаю, как сказать. Такое тяжелое ощущение после Кудома. Хотелось посмотреть после этого какую-нибудь комедию, там, или еще что-нибудь. Смотрите, помешаем. Да, вот у нас есть помешать чем. Хочу сразу сказать, то есть это все готовится до, обжаривается до полуготовности, пассируется немного. Немножко пассируется, и каждое, как это сказать, каждый ингредиент, вот мы сейчас обжариваем, лук и перец, нужно посолить и поперчить по вкусу. Сейчас секунду. Ну, не пересаливайте, потому что потом еще будем соус солить. Пахнет вроде ничего, да? Все смотрят такими дикими глазами на эту сковородку. Жрать хотят. Хотят жрать, я тоже хочу. Вот. Ну что ж, пусть это немножко обжаривается, прямо вот две секундочки. А пока это обжаривается, мы с вами порежем что? Куриную грудку. Сейчас мы нарезаем куриную грудку. Достаточно крупными кубиками. Но из этого, наверное, крупный кубик не получится. Мы сделаем просто вот так. Вот так. Вот так. Реквизитор, реквизитор работает. Сейчас в кадре появится только рука-то, может же твоя, наверное, появится. Лежа, практически она это лежа вот так вот делает, вот так. А по смеху вас никто не узнает, как будто бы, да? Ну ладно. Скажем, что это была не ты. Да вы же и не боюсь произносить сою. В общем, смотрите, всю курицу нарезаем мы вот такими кубиками, чтобы видео слишком долго не получалось, чтобы у нас все это было мобильно. Опять мы готовим, как я говорил, что у нас нет ни духовки. Вот у нас с помощью мультиварки и газовой, электрической плиты, да, газовой плиты мы это все сейчас делаем. Дорогие друзья, включился холодильник и мы начинаем готовить дальше. У нас с вами, значит, пассировался, так скажем, лук. Мы его чуть-чуть сейчас оставим. В первую очередь мы забросим с вами макароны. Макароны, еще раз говорю, на каждой пачке сейчас производитель указывает, сколько готовит, чтобы не переварить. Мы будем готовить аль денту, я так думаю, да, не будем разваривать. Их нужно, именно эти макароны, барилла и вот именно такой вот формы, в 11 минут. Мы решили забросить, коль нас... Теперь нас трое. Забросить все полкину. Скажем, вот внутри на себе в раздор. Что ты там говоришь, ты не слышишь? А завтра обед. А завтра? А еще на обед кладем. А женщина, которая жрет? Которая поет? И которая жрет. В общем, все полкину под соленую воду мы сбрасываем в яйца. Смотрите, пожалуйста. Спасибо вам большое. Делаю комментарии, всем, кто меня смотрит. Так, все. Так, выключаем, как будто бы, внутри. Представим снова. Варится плюс 20 минут, но нам нужно 11 всего. Это мы что, достаем или пока путь жарится, как вы думаете, ребята? Доставай. Достаём. Сюда ушло это все. Все. Так. Так. Потише газ. Сюда. Масло. Еще чуть-чуть. Еще немножко. Сегодня такой будет калорийный. Да? Самое то. Ты так посмотрела, мало я налила или наоборот много? Очень холодно. Курт хочется. Курт, курицу, курицу нагрелась. Колбаски. Пепперони. Дымов. Нарежем их что, покрупнее? Там крупно было. Да. Вот так? А куски же большие, курица достаточно, поэтому колбаска пусть. Тогда сделаем вот так наискосочек. И подснимите поближе. Потому что, вот видите, мы как будем резать наискосочек. Вот так. В общем, все колбаски, две пачки мы зарезаем так и бросаем на сковородку. Да, пожалуйста, смотрите. Ну, и руку-то возьми. Тебе надо? В общем, уже получается здесь тогда поменьше. Все съел? Так. Нарезаем быстро, быстро, быстро. Все делаем быстро. Найте, возьмите. Тебе тоже надо? Нет? В общем, одни колбаски у нас с начинкой пармезана, а другая хамон. Ой. Хамон. Как хорошо, когда есть помощь. Один снимает, другой убирает. Все. Смотрите, порезали. И кидаем. Мало. Мало, да? Ну, ничего. Нам хватит. Обжариваться кидаем. Все. Сюда же мы кидаем курицу. Правильно ведь? Правильно. Держите. Обжаривается. Все. И сюда же нам нужно кинуть баночку. Похожечку, да? Ну ладно, а можно это дать видам, ты пока воду приедешь? Круто. Да, хорошо обжарит? Да. Тоже не забываем немножко подсалить и подверчить. Посалили. Черный перец. И красный перец сладкий. Заканчиваем обжарку курицы. Ну, мы сделали так, чтобы она была не сухой. Мы ее обжарили вот чуть-чуть до золотистой корочки, чтобы закрылись кусочки мяса на свои вот эти поры, чтобы оттуда не вытекал сок. И теперь мы добавляем сюда вот это вот, то, что у нас было заранее пассировано. А, подожди, ты точно ссори. Креветки. Креветки мы еще сюда кидаем. Креветочки. Еще мы посовещались здесь и решили, что все-таки на такое количество курицы нужно больше брать колбасок. Ну, если будете брать на развес, значит, я думаю, что все-таки не 100 грамм, не 180, а, наверное, грамм сюда 250, наверное, надо. Может, даже больше. Ну, смотрите, на свой взгляд, кто-то, может быть, не любит, кто-то, может, не любит креветки. Опять готовьте свое усмотрение. Ну что, это здесь, это сюда. Кидаем. Кинули. Держите. Перемешиваем. В это время у нас, значит, практически приготовились макароны. Еще раз напоминаю, что каждый макароны готовится по-разному. Читайте на упаковках. Креветки прямо тянуты ко мне, ребята. Не могу без меня. Так, ну что, сюда, значит, мы еще подскажите, пожалуйста, оператор, что мы натерли плавленый сыр. Хочу еще раз сразу сказать, что в Москве есть сыр вот такой. Покажите. Мы взяли волна и дружба, как было раньше, в детстве, в советские времена, кто из нас помнит. Но фирма Карат. Это настоящий плавленый сыр. Обязательно читайте в аннотации, в описании, что это за продукт. Потому что один раз мы взяли чуть-чуть подешевле, стали готовить сырный суп. И этот плавленый сыр просто не растворился в воде, в бульоне. Почитали, что там, грубо говоря, в составе было написано сырный продукт. Это очень плохо, поэтому берите обязательно, чтобы в составе было сливки, молоко и никакого сыра, содержащего продукта, замена, в общем, молока и сыра. Тогда будет все окей. В общем, мы натерли сыр. Это у нас пойдет он в соус. Теперь нам нужны сливки и нужна томатная паста. Но здесь у нас не томатная паста, а перетертые томаты в собственном соку. Поэтому мы сейчас вот это и это, и вот это будем отправлять вот сюда. А можете видать ножницы? Смотрите, значит, мы открываем. Данный продукт. А интересно, они измельченные? Или они... Шкурка. Ну да, вот у меня вот тоже вопрос. Просто бывают же томаты, они разные, со шкуркой без шкурки, кусочками они или не кусочками. О, ну ладно, ничего. На этот, как называется, на счастье. Ну-ка посмотрим. Нормально. Это же Италия. Это ПОФАВИТО РАТЕРАВИТО. В общем, высыпаем сюда. Это вот сорт. Здесь 500 грамм. Да ладно, не выбирай. Ты большой выберем. А то там будет это... Шум... Брак по шуму. По звуку. Так. Держи. И сюда, значит, мы заливаем, перемешиваем. Ещё раз напомню, что мы готовим с вами пасту. Называется... НИКС ПОРТ... А БРОС? Все забыли? Я забыл, как называется. ПАНТО РИДЖА. НИКС ПЕНЕРЕГАТО. НИКС ПЕНЕРЕГАТО. Ну, что, извините меня за мой... Ломаный, это испанский, итальянский, английский, французский. И сюда же мы наливаем вот 80... Ой, 20-процентные сливки. 350 грамм. Макароны сюда не поместятся. Поместятся. Скажи, что они за баландур сделали? Что это такое? Сейчас немножко здесь вот уберу. Что тут так красиво? Итак. Сливки сейчас чуть-чуть загустеют, свернутся. Да, и мы будем добавлять с вами пасту. Дорогие друзья, мы продолжаем готовить. У нас с вами варится соус для пасты. Еще раз напомню, что мы здесь сначала отдельно обжарили лук, порезанный полукольцами и соломкой болгарский перец. Выложили это из сковороды. Затем положили сюда колбаски и папирони. Положили сюда курицу и креветки. Это обжарили. Потом, когда курица доделалась до полуготовности, мы объединили овощи и мясные продукты. Добавили туда томатную пасту. У нас это перетертые томаты натуральные. И сливки. Теперь мы добавляем тертый плавленый сыр сюда, для того, чтобы немножко загустить. Это был более такой, знаете, сливочный вкус. Сейчас это немножечко приготовит, то есть разойдется этот сыр. И у нас уже, вот, посмотрите, мы отварили спагетти, макароны, точнее сказать. И вот мы сейчас решаем, то есть у нас это сюда не влезет. Или мы, чтобы у нас была настоящая паста, мы просто или это сделаем в кастрюле, смешаем. Или просто вот эту, как сказать, соус добавим сюда просто в сотейник. Или, как это можно сказать, не сотейник, а миску. Сварили макароны. И вот у нас готов соус. Видите, он загустел. Покажите поближе. Ну, здесь сливки. Сливки сейчас чуть-чуть остынут. И будут вообще вкуснятины. Теперь мы будем снимать экстрим, ребята. Может, половником переложить? Ну, ну. Давай-ка половником. Давай, пожалуйста, не знаешь, что еще доску. Я сейчас посмотрю поближе. Решили, в общем, мы перемешать это все вот здесь, потому что, видите, как много получилось соуса. Куда мне его? Придержи, пожалуйста. Сейчас перемешивать еще все равно. Так, поближе. Так, быстрее, наверное, будет. Вспоминая, в начале, значит, я говорю, порцию решили делать на троих. Ребята, здесь не то, что на троих, мне кажется, здесь вообще просто... На троих по два раза. На троих по два раза, да. Но завтра. Здесь поставлю пока. Давай мы эту штучку перемешаем. Вот. Вот такая у нас история получилась. И перемешиваем. Красиво. Ну что ж, приготовили мы с вами пасту Mix Pen Regatte. Выглядит она вот так, красивенько. Сейчас мы будем пробовать. Но перед этим я вам напомню, что у нас сюда вошло. Ингредиенты, значит, какие у нас были? Ингредиенты. Значит, буду читать, чтобы не забыть, потому что много ингредиентов. Значит, красный лук 100 грамм. Болгарский перец 400 грамм. Красный лук. Подождите, куриная грудка 700 грамм. Сливки 20% 350 грамм. Томаты тертые 300. Нет, не 300, а 500. Мы положили все полностью, вылили. Колбаски папирони мы положили 2 пачки. Но мы посчитали, что все-таки на такую часть им нужно курицы меньше класть. Не 700 грамм, а хотя бы там грамм 400, чтобы было соответствие. Ну вот у нас было 2 пачки колбасок папирони дымовских. Мы их туда положили. Это было 100 грамм. Потом, значит, сыр плавленый 180 грамм. Макароны 500 грамм. Соль, перец и паприка по вкусу. И плюс мы туда еще добавляли креветки. Это у нас получилось сколько? 400 грамм, да? Там 2 баночки по 400 грамм. И сыр плавленый. Вот я вам как сказал, что это берите хороший сыр плавленый. У нас туда ушло 2 пачки. Это по 90 грамм 180 грамм. Пробуйте, подписывайтесь на мой канал. Сейчас я буду пробовать, как это получилось. Ставьте лайки, комментируйте. Ну, очень вкусно. Ну, что ж. Сейчас, секунду. Всем пока-пока. Смотрите мой канал. Ставьте лайки. Комментируйте. Я говорю с полным в том, что это не культурно, потому что очень хочется есть. Всем пока-пока.